всем привет друзья с вами как всегда александр гуртовой и руслана привет напоминаю что мы находимся в турции приехали сюда на 6 полноценных дней за 200 долларов с одного человека 400 за путевку в отель armas garden hotel который находится в поселке геонюк кемере и покупали как всегда на сайте ссылочка в описании где мы покупаем путевки в этом видео мы друзья обещали вам что отправимся к пляжу наш отель находится на второй береговой линии поэтому нам придется идти к пляжу примерно 500 метров но по пути мы сначала зайдем на обед перекусим чтобы уже на пляже быть не голодными хотя говорят что там вроде есть какой-то бар может какие-то закуски есть посмотрим уже вместе с вами что там нас будет ожидать а вы можете заранее нас поддержать лайком всем приятного просмотра погнали вместе с нами на бассейне друзья активно сейчас отдыхают люди смотрите играет водное поло людей в принципе и не много и не мало да нормально по загруженности отлично сразу возле бассейна находится главное здание отеля ресторан и прямо сейчас пойдем ресторан и посмотрим что же будет ожидать нас на обеде полный обзор шведского стола и вам сделаю потом просто хочу напомнить как выдают еду вы просто говорите что вам насыпать вам насыпают в тарелку как бы не за стеклом но находится тоже все удаленно насчет и взяла индейка смотри индейка рыба рис смотрите что тут из гарниров картошка индейка макароны соус рис дальше у нас вкратце все-таки покажу тут рыба тоже макароны пюре дальше у нас полностью отдел салатов вот он всякие салаты овощи в принципе выбор есть сладости очень много сладости и крайнем отделе у нас находятся фрукты арбуз слива груши яблоки и дыня не хочу сильно набирать как всегда это мы делаем потому что потом на пляже будет тяжело и думаю этого будет достаточно подведем вкратце итоги что у нас было на обеде из мяса была индейка рыба принципе гарнир и салаты вчера на ужине что у нас говядина было да и желудки куриные ну как ты думаешь достаточно это для 4 звезды чтобы наесться в принципе нормально так что приятного аппетита будем обедать и идти вместе с вами на пляж хочу все-таки вкратце подвести еще раз итоги по данному отелю смотрите хочу напомнить что это отель 4 звезды армаз garden hotel насчет питания в принципе есть рыба и какой-то один вид мяса на ужин и на обед на завтрак как всегда яйца сосиски всякие там сырые колбасы целом территория бассейн один большой мы делали вам обзор я считаю нормально его достаточно есть детский бассейн большой взрослый бассейн полотенца выдают лежаки зонтики в принципе все как надо смотрите пользуясь случаем хочу показать вам фасад отеля возле отеля можно купить в супермаркете интернет кстати мы вчера купили за 10 долларов 6 половиной гигабайт в этом маркете также всякие домашний текстиль продуктовый магазинчик но как всегда возле отелей такие вот магазины с одеждой в целом всегда возле отеля такие магазины находятся единственное что нам очень сильно не понравилось это номера нас заселили в корпус трех- или четырехэтажный он не главный корпус говорят главном корпусе здесь номера намного лучше так что если вы в него попадете вам явно повезет а мы попали в трехэтажный корпус на третий этаж там где крыша прямо в потолке мне очень понравилось что этот номер выглядит как будто бы подъезд покрасили обычной краской но не скажу что мебель там убитая возможно мебель там и новая обычная какая-то дешевая кровать принципе мягкая но сам номер не уютный знаете всегда хочется находиться в номере как дома чтобы был ремонт чтобы все было отлично а этот номер попахивает все-таки стариной и совком так что номеру я больше трех баллов не поставлю а в целом отель за такую стоимость как мы приехали 200 долларов с одного человека нормально если вы будете ехать сюда дороже то я все-таки задумался бы на вашем месте возможно рассмотрел какие-то другие варианты так что идем уже сейчас руслана будет выходить вместе с вами пройдемся на пляж если не ошибаюсь нам как-то вот так вот надо идти по переходу и через дорогу за этим отелем queen's park resort будет находиться уже пляж от нашего отеля подошли только что спросили чтобы долго не блуждать смотрите нам надо все-таки не в этот переход а сказали вправо обойти завернуть и мы попадем на пляж также смотрите здесь прямо возле отеля есть остановка общественного транспорта где ходят автобусы долмуш и можно доехать прямо отсюда в кемер либо в анталию в кемер нам сказали по моему восемь сколько там в кемер 12 лир а в анталию в анталию 12 я тоже 4 лиры в одну сторону с одного человека в кемер и 12 в анталию пока мы идем на пляж хочу уточнить что 200 долларов с одного человека это стоимость пакетного тура это не стоимость отеля стоимость перелета просто я поражаюсь когда иногда в комментариях начинает писать что мол это вы за отель заплатили это вы за перелет или а сколько стоил перелет друзья в эту стоимость все включено питание отель перелет страховка трансфер полностью с одного человека 200 долларов хочу вам показать какая дорога ведет до пляжа чтобы вы примерно имели понятие справа находится какой-то отель с аквапарком как и что мы прям на этом пляже будем а то общий пляж вместе с этим а нашего отеля и son and fun fun and son вот идем мы примерно уже минут пять-семь ну я думаю минут за десять-пятнадцать мы должны дойти подходим и к пляжу смотрите есть даже указатель армаз гарден бич с ними сюда максимум минут семь может 10 и где-то тут нас ожидает пляже бар сейчас будем а вот это сюда да это короче бар бесплатный сейчас подойдем узнаем посмотрите здесь можно взять лепешку сыром с картошкой зеленью и также на баре еще наливает пиво до пиво кола что есть еще фанта справит вода все есть соки все бесплатно нашего отеля и сам пляж смотрите вот так выглядит сейчас наверно возьмем пиво попробуем местного и пойдем на пляж также можно присесть вот за столиками принципе нормально солнце не светит это уже радует пока я рассказывал он уже налил два пива я думал я думал тут сразу после того как приходишь на пляж я наливаю сначала два пива а потом ты идешь только загорать короче такие вот шезлонги есть матрасы можно остановиться сейчас будем выбирать место кстати переживал потому что я даже кепку забыл чтобы не сгореть думал сгорю тут прямо становится отлично сейчас остановимся и будем идти тестить воду надеюсь она будет теплая саду за пиво мы уже выпили входной билет как бы как говорится прошли а теперь идем к морю все-таки смотрите хочу поделиться вам какой здесь вообще заход в море мелкая галька я даже без тапочек иду сначала хотел тапочки надеть но понимаешь что и без тапочек принципе здесь будет нормально смотрите сейчас мы оставим сумки потому что мы сумки с собой берем и будем заходить море на самом деле мне очень нравится что здесь оборудованы шезлонги под такими вот накрытиями то есть не просто зонтики стоят а прямо хорошие нормальные накрытия так как я с собой забыл кепку я мог бы просто сейчас сгореть в первый день а так будет все идеально принципе галька заход все тоже идеально там мы остановились руслана уже зашла в море море очень теплое вот смотрите какой вход мелкая галька вода тоже прозрачная и в принципе не глубоко волны тоже не сильная вода как бассейне неужели ты нормально себя чувствуешь море ты уже не любишь ванну потому что там пишут комментариях руслана любит ванну зачем ехать на море короче в принципе все правильно говоришь смотрите также есть еще здесь небольшой понтон пирс с которого можно попрыгать но я пока что рыбок здесь не наблюдаю также смотрите этот бар где можно взять пиво лепешки воду и соки до пяти часов работает лепешки до 15 30 а да и все я не знаю мы так на обеде плотно покушали до сытые по полной что мне еще здесь нравится это смотрите помимо этих шезлонга винокрытия что он сказал пальмы и горы очень красивые горы в кемере завтра мы обязательно поднимемся поликистской тропе посетим каньок каньон гейнюка блин я не могу никак привыкнуть говорить гейнюк я всегда думал что гейнюк и сегодня еще услышал что правильно бель диби а я всегда говорил бель диби пошли послушали то что он сказал и был момент когда начинает говорить за экскурсии и вот просто по людей начинает вставать и выходить и саша говорит там и все это уже слышали люди посмеялись мы ушли и все а он такой шоке знаете сразу а чё это вы все уходите сейчас же самое важное самое интересное экскурсии куда можно поехать а я поставила крестики там не экскурсии типа еще я видела в отзывах как-то забрасывали фотку от этого отеля где написано кто покупает экскурсию гида тут лох на улице такая таблица стояла до возле ресторана по моему мы никогда не все таки психологическое давление гида тогда на нас подействовало мы стремонулись что страховка не будет действовать что с нами что-то случится и потом мы не будем знать как решать эти все проблемы страховка действует у вас все время где бы мы не брали экскурсия несут при въезде в страну не зависимости от того берете вы экскурсии у кида или не у гида да я думаю многие это знают но эта информация для тех возможно не знаю я так знаю так заметил оборот уже люди вы уже раз и не знает это смотри а то что гробница видно или ту отель отель прямо в горе друзья правда его плохо отсюда видно но мне сначала показалось что это какие-то ликийские гробницы с подъема с кемера на гору на подъемники дорожки там будет видно ликийские гробницы мы кстати еще думаем подняться ли все таки на подъемники на фуникулёре просто цена за подъем стоит аж 25 долларов как-то дороговато я не знаю и кстати завтра на каньон если мы будем ходить в интернете пишут что вход на каньон тоже 12 или 10 долларов но если мы уже туда придем то я думаю обязательно надо будет зайти посмотреть а смысл вообще тогда туда вообще идти на атмосфера как в целом нормально да я вообще в шоке я удивлен что ты купаешься со мной в море и тут удобно что вот мы сумки оставили людей вообще очень мало никого нету рост сезона и с нами летела очень много весь забитый самолет причем самолет был 242 представьте огромный 4 4 самолет перед этим были тоже рейсы турции и очень много людей с россии до русских мы уже сразу встретили они прямо на входе с вами знакомятся уже дедушка пытался познакомиться лет 60 говорит я один давай будем отдыхать русло бы зацепляют а расскажи еще как турки подписываются после инстаграма фотографии своих директ вообще непонятно какие где там они сидят на пляже или там отеле сидят ну хорошо хоть не голые потому что я знаю есть такие тип мужчин который отправляет голые фотографии свои гениталии девушки а потом дуба и знаешь вот мне интересно что должна подумать девушка она должна подумать ох какой мачо давай-ка ему отвечу наверное и договоримся встреча такая логика у этих мужчин или нет я не знаю напишите в комментариях что вы на этот счет думаете но это супер конечно атмосферка людей мало море как парное молоко мы даже выходить не хотим для нас это вообще дико обычно когда мы прилетали в турцию это был апрель май или ноябрь море всегда была прохладная а тут прям очень удивительно я думал что средиземное море не бывает вообще таким теплым а как оказывается бывает начинаю выходить с моря и понимаю что все таки лучше надевать каралки потому что в ноги камни давит это конечно не такая ненормальная галька как черногория в которой вообще ноги полностью избил как бы терпимо но все равно если у вас есть каралки лучше надевайте и чувствуете себя комфортно а мы сейчас достаем телефон и будем делать кучу фоток в instagram так что обязательно подписывайтесь на нас по ссылочке в описании и смотрите наши фотки в реальном времени решили пройтись все таки еще на причал на пирс смотрите на понтон точнее так будет хотим посмотреть обзор на весь этот пляж смотрите с этой стороны кстати намного больше людей купается чем со стороны нашего отеля а что тут за отель не знаю какой-то пляж другого отеля тут намного больше людей можете наблюдать есть даже водные виды спорта турецкий флаг даже у кого-то пул бар или как он называется beach бар точнее находится прямо на понтоне смотрите тут можно я так понял попрыгать еще с понтона и кто-то даже с маской и ластами плавать скорее всего есть мелкие рыбки можно посмотреть какой-то подводный мир смотрите какой красивый вид открывается с этого понтона горы пальмы пляж просто потрясающий суперский вид вот на этой стороне находится пляж нашего отеля можно наблюдать вообще четыре человека всего купается идеально пляж пустой без людей все как мы с русланой любят тут прыгают смотри ну не знаю тут глубоко не знаю как ты плаваешь вообще не очень но я думаю тогда рисковать не стоит могу я прыгнуть не дают нормально плавая кстати выпили еще где-то 4 или 6 пива тут нормальное пиво легкое мне кстати нравится алкоголь в турции тем что он не крепкий многие жалуются обычно что алкоголь разведенный не крепкий водка там 20 градусов всего я считаю что это наоборот хорошо потому что ты не набухивайся а просто нормально проводишь время в принципе этого ну нам как минимум с русланой достаточно может у кого-то и другие там желание набухаться то конечно да надо тогда с собой в duty free брать а с этой стороны находится более мелкий понтон я так понял он детский тоже можно попрыгать мы вот тут были сверху а тут вообще прыжок там я не знаю метр максим и все вот смотрите кто-то плавает с маской подтверждаю свои слова так же все таки тут есть какой-то подводный мир какие-то рыбки но не знаю я в этот раз маску решил не брать оставил все дома так как мы в турции не за какой подводный мир от если в египет мы собирались то по-любому я бы взял маску ласты и трубку руслана чё там купаться хочет сейчас что-то странное происходит руслана вред русланы пошли купаться на пошли значит туда до переходим а сам сейчас вещь еще плюс купнемся узнал только что насчет пляжа который находится рядом это от отеля queen park генюк этот отель находится возле нашего армаз только он находится на первой линии а мы уже идем море пока мы заходим воду хочу по традиции задать к вам вопрос те кто отдыхал в районе кемера обязательно напишите в комментариях каких отелях и городах поселках вы отдыхали потому что я более чем уверен что это видео будут смотреть те кто именно интересуется отдыхом кемере и возможно именно вы посоветуете друг другу самые лучшие варианты для отдыха день водных процедур продолжается сумку руслана кстати с вот той большой сумкой который вы пишите в комментариях что она и носит она и носит за того что ее маленькая порвалась это вообще ничего не было вообще сумок нет или надо было на базар сходить зашла бы на базар там бы сразу дорогой заходи сумка надо если покупать на рынке где-то в киеве там намного дороже чем торговых центрах и там качество отродительное но я помню мы в турции как-то брали тебе gucci или что там типа китайская копия то она у тебя сколько сколько она у тебя продержалась то турецкая месяца два и ты хочешь опять в турции купить на алиэкспресс китайском тоже напряжалась на месяц короче фортуна как повезет так и будет так что в целом друзья думаю вы поняли как выглядит пляж поселки гейнюк от нашего отеля армаз garden hotel еще раз вам напоследок покажу береговую линию и мы уже будем принципе через считанные минуты отсюда уходить уже вечер надо будет еще попасть на ужин так как мы уже проголодались а если вам друзья понравилось это видео обязательно поддержите нас лайком напишите свои комментарии обязательно напишите ответы на те вопросы которые вам задавал в течение этого видео подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать очередные интересные выпуски с турции ведь завтра мы уже отправляемся на ликийскую тропу и на каньон который находится в поселке гейнюк также в описании к этому видео будет донат карты приват монобанк если вы хотите поддержать наши путешествия то всегда рады вашим донатом большое вам заранее спасибо и до скорых встреч совсем скоро мы с вами снова увидимся пока пока